Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите кулинарную пропаганду. Меня неоднократно просили приготовить бигас. И я все время тянулся этим делом. Знаете почему? Да потому что не было в заначке утиного конфи. Теперь поводов отнекиваться не осталось. Очень многие подписчики, успевшие послужить в фармии, только услышав про бигас, тут же начинают плеваться. И все потому, что их обманули. Мужики, вас надули реально. То, что вам плюхали в тарелку в рядах доблестной непобедимой, бигаса можно назвать. Ну, пожалуй, только без жалости. Впрочем, посмотрите ролик и решите сами. Итак, краткая историческая справка. Бигас. Блюдо условно польской, литовской, белорусской и даже частично русской кухни. Территориально оно появилось как раз примерно в тех областях. И представляет из себя тушеную капусту с мясом. Но! Всегда есть вот это самое маленькое но. Тот бигас, по которому с ума сходят те счастливчики, которым удалось попробовать это блюдо, так сказать, во всей кулинарной красе, несколько побогаче вкусом, чем просто капуста и просто мясо. Капусту, как правило, кладут одновременно и свежую белокочанную, и квашеную. Мясо как можно более разнообразный набор. Но об этом чуть позднее и подробнее. Для сладости в него добавляют чернослива, яблок. Для яркости вкусной томатной пасты. Для большей терпкости и вина красного сухого не грех добавить. Вот сюда вот пока отставлю. Насчет мяса. В первую очередь, конечно же, жирная свинина. Но! Если есть дичь, в кастрюлю. Копченые колбаски, туда же. Бекон копченый. Обязательно добавляем. Почему я настаиваю на обязательном использовании конфи? Потому что утка, во-первых, сама по себе очень вкусна и ароматна. А во-вторых, в утином конфи содержится и большое количество желей, и жир вот этот весь пропитан ароматами. Именно жир является, как вы знаете, транспортом ароматических и вкусовых веществ. Потому что ароматические вещества жирорастворимы. Итак, что касается мясной составляющей. Я буду использовать утиные конфи, свиные ребрышки, сыр и копченый бекон и вот эти подкопченые сосиски. Чем более разнообразный ряд в блюде, тем бигас вкуснее. Итак, поехали! Для начала надо растопить ароматного жира из конфи. Ну вот, этого количества будет достаточно. И пока он разогревается, нарублю лук. Размер не особенно важен. Готовится это блюдо долго, и как не наруби, лук в любом случае расползется и растворится. А обжаривать его надо до начала зарумянивания. И, конечно же, следить, чтобы не сгорел. Самое время нарезать бекон. Если у вас нет утиного конфи, то обжаривать надо лук. На жиру, который вы вытопите вот из этого бекона. Кроме ребрышек можно использовать и сырой подчеревок, и сырую грудинку. Да, бигас. Жирноватенькое блюдо. Совсем не диетическое. Но ведь я и готовлю его не каждый день. И даже не каждый месяц. Так что бекон тоже отправляю в кастрюлю. И перемешать. Сейчас немного вытопится, лук до кониции дойдет, и можно продолжать. Я имею в виду класть свиные ребрышки. Смотрите, если у вас другой набор мясных продуктов, то общий принцип такой. Сначала вытапливаете из самых жирных кусочков жир. На нем подрумяниваете, даже не подрумяниваете, а доводите до прозрачности лук и добавляете менее жирные кусочки. Нужно подгадать так, чтобы к тому времени, когда лук подрумянится, и мясо тоже слегка заклировалось. Примерно так. И вот на этом этапе добавляем томатную пасту. Это если у вас вообще есть такое желание. А если не хотите томат добавлять, то не добавляйте. Пока паста обжаривается, нарежу яблоко. На мой вкус, лучше всего сюда подходят кисло-сладкие сорта, твердые. Ну и, конечно, выбирайте на свой. Что тут у нас? Отлично. Самое время положить яблоко и перемешать. Хорошенько так перемешать. И нагрев уже можно сделать послабее. А я тем временем нарежу чернослив. Среднего размера кусочками. Теоретически, конечно, можно было бы вообще не резать, но мне нравится именно так. Как мне кажется, в разрезанном виде он более равномерно распространяет свой вкус по всему объему кастрюли. И вот туда же. И сразу за черносливом добавляю вино. Как я сказал, красное сухое. Оно частично выпарится. И то, что останется, равномерно напитается всеми этими ароматами. И распространит их на всю капусту, которую, кстати, уже пора шинковать. Основа бигаса готова. Кладу сюда капусту свежую. И капусту квашеную. И квашеная отправляется вместе с рассолом. Что касается капусты. Безусловно, вкус у всех разный. Мне нравится бигас, который и сладкий по вкусу чернослив-яблоки, и кислый квашеная капуста. Поэтому я ее не промываю. Больше того, я даже капустного сока вот этого рассола добавляю побольше. Вы же ориентируетесь на свое представление о прекрасном. И по своему вкусу выбираете отношение свежей квашеной капусты. Дайте-ка я перемешаю как следует. Чем дольше томится бигас, тем он вкуснее. Для меня идеальный вкус получается вообще на следующий день. То есть, сегодня приготовлю. Он к вечеру остынет, за ночь настоится. И вот на завтра будет сказка. Давайте дорежу сосисок, чтобы тоже свою лепту вносили уже в эту волшебную кастрюльку. И отправлю их сюда. И перемешаю. Ну и все. Оставлю томиться до мягкости капусты под крышкой на слабом огне. Пока минут на 40, на час. Подождем. Итак, час прошел. Смотрите, капуста села. Стала мягкой уже. Самое время для последней закладки. Итак, капуста уже дала сок. Этот сок уже выкипел. Но она еще недостаточно потушилась. К тому же в ней нет пряностей. Поэтому в кастрюлю отправляется рутинное конфи. Вот с этим замечательным желе. Сейчас оно тепла растает и добавит сочности блюду. И, естественно, поможет ароматам распространиться. В первую очередь, конечно же, тмин, лавровый лист и перец. Без них никуда. И необязательное, но на мой вкус, очень важная здесь пряность. Немного зерен кориандра. Разотру их немного в ступке. Можете не добавлять, конечно. А я добавлю. Потому что это мой бигас и мне его есть. Остается перемешать. Надо, кстати, на соль попробовать. Думается мне, что соли квашеной капусты недостаточно. Да, надо посолить. Вот так. Ну, на час мне терпения еще хватит. А вообще, теоретически, уже сейчас все готово. Вполне съедобно и можно есть. Но напоминаю, бигас чем дольше томится, тем вкуснее. Поэтому идите на улицу, воздухом подышите, аппетитно гуляйте. Подождите, короче. И вот он, бигас. Со свиными ребрышками, с копченым беконом, с уткой, с черносливом, с копчеными колбасками. Ну что, похожий-то на армейскую баланду. Вот и я о том же. А уж как он хорош под ледяную водочку. Ммм, красота. Взрыв. Взрыв вкусов и ароматов. И вино терпкость придало. И копченость явно чувствуется. И уточка. Ой. Дайте утащу кусочек бекона и кусочек сосиски. Готовить его надо сразу в большом объеме. Ну, потому что он вкуснее, разогретый. А до разогрева вы наверняка любую кастрюлю половините. Извините. Прекрасно. И кислота, и сладость, и чернослив. Ой. Да, про все оттенки этого блюда. И сами догадаетесь. Не маленькие. Короче, готовьте и наслаждайтесь. Спасибо за компанию. Всем пока. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»